Всем привет! Вы на канале Настолити и сегодня я расскажу вам про игру Космический Контакт Космический Контакт это соревновательная игра от издательства Hobby World для 3-5 игроков, где каждый участник играет за уникальную расу пришельцев, которые борются за власть над космосом и пытаются колонизировать планеты других игроков. У каждой расы есть своя уникальная способность и чтобы победить, игрокам нужно в равной мере использовать как дипломатию, так и силу Звездного Флота. А теперь давайте посмотрим, что мы найдем внутри коробки. Основные компоненты игры это гиперпространственные врата и поле варпа, куда отправляются уничтоженные корабли, а также оно служит для подсчета победных очков. Наборы планет и кораблей, пяти разных цветов для каждого игрока, листы персонажей, несколько наборов карт и прочие картонные жетоны. Для подготовки к игре выложите поле варпа и врат в центр стола. Рядом с ними поместите колоду судьбы и колоду карт контактов. После каждый игрок выбирает себе цвет и получает пять планет этого цвета, двадцать кораблей и свой маркер победных очков, который сразу нужно присоединить к полю варпа. Дальше каждый игрок размещает корабли на своей планеты, по четыре штуки на каждой. Берет два листа пришельцев и выбирает себе один из них. Осталось только раздать каждому игроку по восемь карт и мы готовы начинать. Правила игры очень просты. Ход каждого игрока делится на фазы, которые удобно напечатаны внизу листа каждого пришельца. И первая это фаза начала хода. Мы просто определяем чей ход и если у этого игрока нет в руке карт контактов, то он добирает новые восемь штуки с колоды. Дальше фаза перегруппировки. Если у игрока есть потерянные корабли в варпе, он забирает оттуда один из них и возвращает к себе. Фаза судьбы. Мы берем карту из колоды судьбы, которая определяет на кого из игроков мы будем нападать. Дальше запуск. Мы направляем врата на планету игрока, которую хотим захватить и ставим на нее до четырех своих кораблей. Фазу союзов. Нападающий и защитник могут пригласить других игроков для помощи. Во время планирования оба активных игрока выкладывают в закрытую карту из руки. Дальше игроки раскрывают карты и подсчитывают результат. Если победил защитник, то атакующий игрок и его союзники теряют все корабли, которые участвовали в битве, отправляя их в варп. Защитник не получает ничего, но он смог сохранить свои корабли и свою планету. А вот помощники защиты получают награду. В случае же, если победил атакующий, то защитник и его союзники теряют все свои корабли, которые были в бою, а все атакующие корабли помещаются на планету проигравшего игрока, и каждый из победителей получает по одному победному очку. Игра длится до тех пор, пока кто-то не наберет пять победных очков. При этом, если несколько игроков получают их одновременно, то все они являются победителями. Как мы видим, игра предельно проста по правилам, и ее легко объяснить новичкам. Однако в базовой игре также присутствуют два модуля, которые вы можете добавить в игру. Это карты технологий, на которые нужно отправлять свои корабли для изучения. И когда на ней будет определенное число кораблей, то эта карта станет активна для использования и сможет принести вам некоторые бонусы. И карты вспышек. Часть из них замешивается в колоду в начале игры, и по одной карте есть для каждого пришельца в игре. Если вам удастся найти карту своего пришельца, то ее эффект будет усиливать ваши свойства. А если вы будете использовать карту другого персонажа, то получите похожий, но более слабый эффект. В целом, игра отлично играется и просто при базовом варианте. Но эти модули добавляют больше разнообразия и реиграбельности. Единственное, что я не очень люблю одновременно играть с двумя модулями, потому что тогда игра становится немного перегруженной для новичков и менее веселой для опытных игроков. Ибо приходится держать больше информации в голове, а это делает игру не такой веселой, какой она должна быть. Теперь же давайте поговорим о плюсах этой игры. И я не могу не повторить, что она очень простая и веселая. Это фактически пати-гейм, в котором вам придется много разговаривать и договариваться. А это весело. Космический контакт это конфликтная игра, но он реализован здесь идеально. Вы постоянно сражаетесь друг с другом, но на кого напасть решаете не вы, а колода судьбы. Из-за этого конфликт не становится обидным. Например, в некоторых играх вы нападаете на игрока, а потом просите его о чем-либо. Но он обижен, что вы на него напали и отказывается вам помогать. Здесь же этого нет. Игроки понимают, что это просто рандом, и ни у кого не портится впечатление от игры из-за каких-то обидок. За столом нету фраз наподобие «Ну зачем ты нападаешь на меня? Ну у него же вон больше очков!» И это отлично. Конечно, вы все еще можете обмануть своего оппонента в чем-то другом, но это добавляет игре изюминки и чуть больше остроты. Обманул! Игра до жути реиграбельна. В базовой коробке 51 лист пришельцев, и каждый уникален. У них свой неповторимый дизайн и свои свойства. Плюс два дополнительных модуля, и это уже делает игру бесконечно реиграбельной. Но я не упомянул, что у нее есть 7 дополнений. Готовится к выходу 8, а также есть отдельная дуэльная версия. И каждое дополнение добавляет новые модули, новых пришельцев, возможность играть большим составом, и это действительно огромная куча партий. 51 персонаж, а с дополнениями их становится больше сотни. И самое удивительное то, что они все идеально сбалансированы. Ладно, это шутка. На самом деле в игре нет абсолютно никакого баланса. Тут сломанные свойства, сломанные карты, сломанные эффекты, сломанные модули. Тут сломано все. Но это фишка этой игры. Это то, что делает ее безумно веселой. И следующий плюс в том, что тут отлично работает дипломатия. По большей части как раз из-за сломанности всего в игре. Игрокам самим приходится ее балансировать. Но все это происходит по наитию. Вам не нужно что-то высчитывать или доказывать. Сильному персонажу не будут помогать, а наоборот будут кооперироваться против него. Слабого не будут бояться и будут охотнее брать в союзы. Вам постоянно нужно лавировать и подстраиваться под ситуацию. И нужно подключать все свое красноречие для того, чтобы добиться цели. Что ж, теперь давайте поговорим о минусах. Игра крайне придирчива к числу игроков. Хоть на коробке и написано от трех до пяти, но чем больше человек, тем веселее идет игра. Лично я считаю, что троем она вообще не играется. Четвером более-менее и только в пятером становится хорошо. Но она придирчива не только к числу игроков, но и к самим игрокам. Несмотря на то, что игра отлично подходит для новичков, новички часто не понимают, как в нее оптимально играть. Например, постоянно зовут всех в атаку, имея на руках самую сильную карту. Тем самым просто дарят победное очко другим игрокам. Или не могут понять, как оптимально использовать своего персонажа. Или вы застенчивый интроверт, который всю игру молчит. Тогда игра будет очень скучной, примитивной и абсолютно неинтересной. Умение разговаривать, быть гибким, быстро приспосабливаться к ситуации очень важный навык для того, чтобы получать от этой игры максимум удовольствия. На самом деле это все. Но есть еще два минуса, которые я выделил исключительно для себя. И они не особо относятся к игре. Мне не нравится, что могут победить несколько игроков. Однако некоторые персонажи только так и могут выиграть. И это сделано специально, чтобы любой игрок мог победить силой своего убеждения. Но все же победа в одиночку, по ощущениям, несравнима с победой нескольких игроков. И порой игра заканчивается слишком быстро. Среднее время игры около часа. Но иногда она может закончиться гораздо раньше. И ты не успеваешь насладиться компанией или своим персонажем. Как вы уже могли догадаться, я обожаю Космический контакт. Это потрясающе веселая и невероятно гибкая игра. Если уметь в нее играть. Часто люди жалуются на то, что она скучная и поломанная. Что в игре нет баланса. И что у меня вот очень слабый персонаж. Но это фишка игры. Она специально такая. Эта игра это отличный тренажер. Она дает крутой инструмент для тренировки своей дипломатии и красноречия. Она хорошо прокачивает твои умения быстро подстраиваться под ситуацию. Потому что без этой гибкости игра не раскроется перед тобой. Здесь отлично построен конфликт и шикарно работающая дипломатия. Вот вам пример. Я часто слышу от людей, что вот этот персонаж является одним из самых слабых. После того, как были сыграны карты, он может предложить одну из карт другому игроку. Если игрок согласится ее взять, то ты просто возьмешь случайную карту из колоды или восстановишь один корабль. А если откажется, то ты можешь забрать ее себе. И допустим, кто-то сыграл карту со значением 40. Она всего одна в колоде и является самой сильной картой в игре. Если я предложу ее кому-то, он всегда ее заберет. И скорее всего, она принесет ему победное очко в будущем. А я вытяну взамен просто карту из колоды, которая гарантированно будет хуже. А если я предложу кому-то слабую карту, то он от нее откажется. Но и мне она особо не нужна, чтобы не засорять свою руку. Из-за этого персонаж кажется бесполезным. И это так и есть, если вы будете буквально пользоваться своим свойством, предлагая кому-то карты. Но все зависит от вашего умения приспосабливаться. Например, вы можете предложить человеку сильную карту, но с условием, что он от нее откажется. Тогда вы заберете ее себе, а при следующей вашей атаке вы позовете его в союз. Или он ее заберет, но пообещает позвать в союз уже вас. Тем самым вы можете предлагать одну и ту же карту разным игрокам по кругу, зарабатывая победные очки вместе с ними. И когда вы начинаете понимать, как работает игра и начинаете чувствовать всю ее гибкость, вот тогда она раскрывается во всей своей красе. И таких примеров можно привести кучу. А мне даже больше интересно играть за слабых персонажей, потому что это челлендж. Это тест твоих навыков. Как быстро ты сможешь понять его сильные стороны и грамотно их использовать. При этом эта игра невероятно старая. Первая ее версия вышла в 1977 году. И выглядела она как напечатанная на домашнем принтере игра. В комментариях я оставлю ссылку на ролик с канала Dice Tower, где Том Весел показывает коробку с этой версией. И если вы любите эту игру, я очень рекомендую вам его посмотреть. Игре почти 50 лет. И до сих пор она остается актуальной. В ней нет каких-то уникальных механик. И по своему игровому процессу она действительно примитивна. Но ее издавали больше 40 раз. Она отлично играется, имеет много фанатов по всему миру. И заслужила звание нестареющей классики. А я ставлю ей карту Атаки 30 против карты 0.6. И есть еще одна вещь, которой я очень хочу с вами поделиться. Я обожаю серию романов Тугласа Адамса автостопом по галактике. И в игре есть пасхалка, отсылающая нас на это произведение. Если мы посмотрим на лист персонажа, то внизу у него описано его свойства. А вверху оно кратко описывается для других игроков. Чтобы вы не спрашивали постоянно, что может делать тот или иной пришелец. Например, вот персонаж зомби. И его способность бессмертия. Всякий раз, когда вы должны потерять корабли, поместив их в арп, используйте эту способность, чтобы вместо этого вернуть их в любую свою колонию и продолжать использовать. Сверху же у него написано попроще. Не попадает в арп. И теперь посмотрим на персонажа Человек. Его способность просто добавляет плюс 4 к Атаке своей стороны. Но сверху у него написано в основном безвреден. И мало того, что так называется последний из книг этой серии. Именно эту фразу выдает путеводитель по галактике по запросу планета Земля. Но и это еще не все. Как и у всех пришельцев, у Человека тоже есть карта вспышки. И ее свойства добавляют плюс 42 к Атаке. А 42, как известно... Ответ на основной вопрос жизни, вселенной и вообще... Это 42. Вот такая вот отличная пасхалка. И это все, что я хотел рассказать вам об этой игре. Спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Пишите в комментариях, какие пришельцы являются вашими любимцами. Играйте в хорошие игры и до новых встреч. Тут есть персонаж Нытик. Это прям вот... Это мой любимый. Тут просто звучит офигенно. Ваша способность – нытье. Моя по жизни суперспособность.